Друзья, всю грамматику я вам буду объяснять на русском языке чтобы она максимально вам стала понятной, уже применение этой грамматики со своими кураторами, со своими преподавателями на разговорных занятиях вы будете отрабатывать, конечно же, на английском языке. Но мне очень важно, чтобы в вашей голове где-то провелись параллели с вашим родным языком и вы понимали вообще, что происходит. Сегодняшняя тема у нас тенсис review, но она не совсем правильно называть ее тенсис review, потому что у вас будет не только тенсис review, но еще aspects review. Ну, все мы привыкли называть present continuous, что это время, да? Или там, например, future perfect, что это время. На самом-то деле здесь кроется два понятия. В английском языке есть понимание и понятие времени, а есть понятие аспекта времени. То есть, что такое аспект? Аспект, он характеризует регулярность действия или, например, длительность действия или завершенность какого-либо действия. То есть, вы уже upper intermediate, поэтому вы должны понимать. Вот на доске у вас изображены как бы времена, но на самом деле времен в английском языке приготовьте, сядьте на стульчик, чтобы вы не упали. Их всего два. Это настоящее и это прошедшее время. То есть, у глагола два времени, да? Мы что-то будем добавлять к глаголу, что-то, какое-то окончание. И таким образом будем менять время. А вот future, да, будущее, как мы его привыкли называть временем, оно никоим образом не меняет форму глагола. То есть, к глаголу мы никакое окончание ни в одном future не добавляем. Мы будем добавлять так называемый модальный глагол will. Ну, там или shall. Это в зависимости уже от смысла. Поэтому принято говорить в английском языке, что есть времена present and past, и есть способы выражения будущего, да? Не только future simple. Вы, как upper intermediate, будете после этого урока разбираться. Вообще, ребят, я вам дам офигенный такой вот ключик. И даже если вы не помните формулы, вы можете немножечко подумать и правильно выбрать, и подставить правильную формулу для того или иного времени. Но для простоты мы все же будем называть это временами. Но вы уже будете более глубоко понимать, что мы, конечно, преподаватели, мы упрощаем. Ну, давайте разбираться, что у нас есть временем, что есть аспектом. Вы знаете, что, я уже сказала, да, что есть два времени и способы выражения будущего. Но все же мы оставим такое, как категорию future для понимания, да? Потому что она присутствует во всех аспектах временных. И аспектов временных, их всего четыре, ребят. Первый аспект, который передает регулярность действия, это simple. То есть вот сюда вы можете сделать, и даже не то, что можете, я вам настоятельно рекомендую сделать сейчас в своих тетрадочках вот этот каталог, так называемый, временной, и подписать, что вот здесь будет результат. И в этом аспекте есть, как и во всех других аспектах, есть, вот будут три времени, да? Present, past and future. Дальше следующим аспектом, который означает и передает продолженность, там, или продолжительность действия, является continuous. Третьим аспектом является perfect, это тот аспект, который передает как раз результат, ну и уже он там будет играть с разными временными формами. И четвертый аспект, это perfect continuous, это некая длительность действия, которая привела к результату, да, до определенного времени, до определенной точки временной. Ну, а что же за ключик, я вам сейчас расскажу. Значит, возвращаемся к аспекту simple, простое, да? Simple переводится как простой. Получается, у нас есть present simple, past simple, future simple, мы его так называем, настоящее, прошедшее, будущее, простое время. Что здесь важно для вас, друзья? Важно помнить, что в этом аспекте у нас есть как две параллельные линии. У нас все предложения делятся на предложения с глаголом и на безглагольные предложения. И помните, что в английском языке просто ключевую функцию играет структура предложения. Мы даже можем определить часть речи по месту слова в предложении, да? Например, там, если слово стоит перед существительным, то, скорее всего, это прилагательное, которое будет это существительно характеризовать. Или, например, если какое-то слово имеет окончание ly и стоит после глагола, да, то, скорее всего, это будет наречие, которое характеризует глагол. Так вот, вы знаете, что структура очень важна. И вы знаете, что в английском языке очень важно подлежащее, сказуемое. В любом случае. И здесь, видите, здесь будет подлежащее, сказуемое, все остальные второстепенные члены предложения. Подлежащее, сказуемое. То есть, если у нас предложение вида action, там будет verb, глагол. Причем глагол, да, в обычной форме. Там к нему будут добавляться, в зависимости от времен, кое-какие окончания. В present simple, да, если там это he, she, ito, s или es. В past simple, я вот здесь напишу, s или es, past simple, ed. Ну, я вам уже не объясняю там, are you, is they, he, she, ito, вы уже должны точно знать. Во future, как я уже сказала, это как бы не время. Мы будем просто добавлять will. И вот он, наш глагол будет на втором месте. Но, друзья, если у нас предложение категории information, то есть там нет глагола, там есть, ну, такая категория и понятие, как характеристика или какое-то определение, да, definition, там I am a teacher, this book is significantly important in our life. То есть, видите, this book is significantly important. Есть is. И в таких предложениях будет, ну, я его называю недоглаголишко to be, но после to be будет идти какое-то либо прилагательное, либо существительное, да, noun, на английском напишу, либо adjective, либо noun. То есть, видите, самого действия здесь нет. И в зависимости от этого, друзья, у нас будут и образовываться отрицательные формы и вопросительные. То есть, вот здесь, если есть глагол, то ему нужен вспомогательный глагол, если у нас в предложении нет глагола основного, но есть to be, он, как и модальные глаголы, он самодостаточный, хоть он и глаголишко, но все равно, мол, да, удал, образует to be своей формой отрицательной, либо вопросы, просто меняя свое положение, да, ну вот, если отрицание, мы просто not добавим к to be, если вопрос мы to be вынесем перед подлежащим, это самое важное, что вам нужно запомнить. Ну, здесь вроде как все просто, да, но вот здесь вы мне скажете, Натали, пошел хаос, как эти все формы можно помнить? А очень просто, друзья, потому что сейчас вы узнаете самый важный секрет. Давайте вернемся к тому, что англичане, да, хотя так не совсем корректно говорить не только англичане, но и все носители английского языка, вся их речь, состоит из двух таких пластов. Первый пласт, как я уже сказала, это категория времени, и второй пласт, это категория аспекта, да, напомню, там, регулярности действия или аспект продолжительности действия или результата. Так вот, друзья, в каждом предложении будет от каждой вот этой ключевой составляющей по представителю, в каждой формуле будет представитель. Давайте посмотрим, например, на аспект continuous, и посмотрим present continuous, past continuous, feature continuous, как будет меняться формула. Посмотрите, ну, действуем по определенному принципу, да, если это present continuous, значит, to be у нас самодостаточный, да, к нему ничего не нужно добавлять, он у нас будет меняться. Ну, и помните, если в present, то to be будет меняться на am, is или are, если в past мы его ставим, то будет меняться was или were, если future, как обычно, да, глагол никак не меняется, потому что такого времени нет, как бы, а добавляется will, да, ну, и вот здесь можно написать, просто будет will be. Итак, первый ключик у нас есть, то есть у нас представитель от тенсис, от времен есть. Все, времена мы передали, да, мы передали в своей речи время. И второй ключик, да, вторая составляющая предложения, это будет аспект, друзья. Если это аспект continuous, то у всех глаголов будет окончание ing. Вуаля! Все, мы отработали два вот этих ключа. Обязательно. Давайте посмотрим, работает ли это, этот принцип на остальных аспектах и временах. Ну, дальше аспект perfect, аспект результата. У нас первый представитель – это представитель времени, который мы должны нашему рецепиенту, в общем-то, показать, что мы имеем в виду настоящее, прошедшее или будущее, да. Давайте посмотрим. Итак, представитель от present у нас будет have или has. Have или has. Логично это в зависимости от местоимения, да. Have стоит в present, has стоит в present. He should, да. Если he should, то мы has ставим. Давайте посмотрим на past. Как у нас меняется этот вспомогательный глагол? Правильно, он поменялся на past. Will have и has, past и стал had. Что происходит во future? Правильно. К глаголу мы добавляем will have. Все, мы отработали, друзья, мы отработали наш ключик временной. Теперь осталось показать аспект. Мы имеем в виду результат. И если у нас perfect, аспект перфекта, то все, то глагол, да, во всех временах, неважно, будет либо с окончанием иди, либо будет депричастие, третья форма глагола. Past participle. Пожалуйста. И дальше perfect continuous. Аспект perfect continuous. Давайте посмотрим, что здесь происходит. А здесь происходит то же самое, друзья. Смотрите. Точно так же, как и здесь, здесь работают те же вспомогательные глаголы. А дальше, то есть мы отработали здесь время, дальше нужен ключик аспекта. Perfect continuous состоит из двух слов. Значит, логично, что у нас и дальше что-то будет состоять из двух слов, да, дальше формула будет продолжаться из двух компонентов. Компонент от perfect, обратите внимание, been, это третья форма глагола, это как бы перфектно, депричастная форма глагола. И continuous, конечно же, вот он наш continuous, да, мы помним, что это ing, ending, глагол. И даже если мы не запомнили, что perfect continuous, future perfect continuous, это will, have, been, о господи, и что там еще, а, doing, да, то мы можем вот так логически разложить. Значит, future perfect continuous. Первое, мы должны показать время. Future. Perfect continuous, время, future. Will have. Готово. Will have. Есть. Дальше. Perfect continuous. Perfect. Какой у нас представитель perfect? Ага, been. Есть. Continuous. И ing, ending. Готово. Ребята, вот это все очень просто выучить. На upper intermediate, даже если у вас есть западание по какой-то теме конкретной, вы можете повторить это, да, спустившись, попросить вашего куратора объяснить вам какую-то конкретную грамматическую категорию. Но мне очень важно, чтобы вы в общем понимали суть всего и могли выкрутиться на любом тесте. И понятно, что знание это не навык, да, если вы это будете понимать, то вы не факт, что вы это будете использовать. Поэтому единственный ключик и дорожка к тому, чтобы это без проблем использовать, это практиковать и проходить. Просто старайтесь эту функцию, это время использовать больше. Сначала выполните много-много упражнений, а потом проговорите и постарайтесь на разговорных занятиях или на индивидуальных с вашим куратором использовать это время и этот аспект, эту категорию. Так, я надеюсь, что это было полезно для вас, и вы будете использовать эти, ну, вы знаете, тенсы и аспекты в вашей жизни. Так, это была Натали, Студия Лос-Он-LINE, и у вас есть удачный день. Пока!